Специалисты Ростельхознадзора собирают образцы для анализа почвы и сами клубни картофеля. Первые признаки поражения растений появляются через 3-4 недели после всходов картофеля. Я садила 10 лет на этом месте картошку. Я на главном мае посажу ее, 9-10 мая. В середине июня она снизу начинает желтеть. А в середине июля все уже ее нет. Растения отстают в росте, листья преждевременно желтеют, клубни становятся мелкими, а иногда и вовсе отсутствуют. Для человека вредитель не опасен, но он очень прожорлив и плодовит. Потери урожая составляют от 30 до 80%. Образцы почв и клубни проверяют в специальной лаборатории. В прошлом году в Забайкале было зарегистрировано 88 случаев заражения. По сравнению с прошлым годом количество заражения на золотистую картофельную нематоду увеличилось. Золотистая картофельная нематода представляет из себя микроскопический круглый червь, который основной вредитель для картофеля, но также поражает и другие семейства посленых. В этом году подтвердились заражения в Читинском, Красночекойском, Петровск-Забайкальском, Улетовском и Нерчинском районах. На зараженной почве картофель нельзя выращивать 5 лет. Для профилактики эту землю необходимо использовать для посадки капусты, моркови, редиса, многолетних трав или специальных нематодоустойчивых сортов картофеля. Особое внимание стоит уделить семенному картофелю, ведь именно с ним к вам на участок может попасть опасный вредитель. Марина Кузнецова, Сергей Рычков. Время новостей.